Всем привет, мои красотки! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юлия Прелла, и в сегодняшнем видео у нас будет рубрика «Вопрос-ответ». Я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали мне, либо под моим видео, где я делала «Собирайся со мной», либо же в Инстаграме, в моем сториз это было. В общем, я была удивлена, на самом деле вопросов накопилось много. И да, если по секрету, я откладывала это видео, я не знаю почему, хотя многим нравится снимать формат такого видео, но в общем, да, наконец-то я это сделала, наконец-то я решилась, так сказать. Как вы можете видеть, у меня чистый канвас на моем лице, у меня ничего нет из макияжа, поэтому да, давайте начнем делать макияж прямо сейчас. Вообще, все, что я буду сегодня использовать, я напишу внизу под этим видео. И первый вопрос, который меня заинтересовал, он достаточно такой большой, объемный. Как я когда-то уехала из России? Покажи мужа, расскажи про свадьбу, знакомство с мужем и семью. Про мужа я хочу сразу сказать, что я не планировала никогда показывать его в кадре. Я считаю, что есть такие моменты в твоей личной жизни, которые не должны видеть другие люди. И в принципе, не важно, на какую аудиторию ты вещаешь, мне кажется, русская аудитория или американская, все равно найдутся те, кто будет обсуждать твою личную жизнь. Даже иногда я, когда смотрю каких-то своих блогеров, которых я обожаю, они показывают мужа, и ты начинаешь сразу так взвешивать, а подходят ли они друг к другу, а как он выглядит. Вот это обсуждение, разговорчики, это, я считаю, иногда не то, что ты хочешь, и сам он тоже не любит быть на камере. Он предпочитает быть где-то в тени, а я, наоборот, как раз-таки близнецовская натура, я всегда люблю быть на камере, поэтому в ближайшее время, пока я мужа не планирую показывать, поэтому извиняюсь, если вы думали, что я покажу его когда-нибудь, возможно. Никогда не нужно зарекаться, как мне кажется, и когда и как я уехала из России, из России я уехала в 2019 году, если я не ошибаюсь, но сюда я уехала не просто по работе, потому что это у меня был интерншип, именно, ну, как бы интерншип, это так или и есть работа, но ты получаешь за это гораздо меньшее количество денег. Я должна была здесь быть в Тампе, по-моему, год, когда я сюда приехала, и я увидела Тампу такой, какая она есть на самом деле, то есть не то, что я видела на ютюбе, какие красивые показывали кадры Тампы, я как-то так, ой, типа, серьезно, я привыкла всегда жить в таких больших городах, и для меня был, ну, немножко шок оказаться в таком маленьком городе, я подумала про себя, что я здесь долго не задержусь, вот как-то так. Я проработала в отеле на франдеске примерно, я думаю, месяца три или четыре, и это мой не первый уже раз, когда я работаю в Food & Beverage, F&B, или вот в ресторанном этом бизнесе, гостеприимстве, и именно в этот раз, когда работала в гостеприимстве, я поняла для себя, что, возможно, скорее всего, это не моя специализация, хоть я училась на гостеприимство, действительно, это была очень сложная работа, я сейчас, ну, немножко так, наверное, соскочу с темы, о которой я начала говорить, но иногда приходилось заканчивать работу, допустим, в 12 ночи, и потом на следующий день у тебя уже другой шифт, то есть тебе нужно 5G быть на работе в 7 утра, если не ошибаюсь, во столько начиналась именно утренняя смена, это очень сложно, хоть вроде кажется, ну, ты работаешь в отеле, все классно, это тяжело морально и физически, и бывали моменты, когда я приходила домой, и я просто была выжатой, как лимон, потому что ты столько энергии отдаешь, очень было именно сложно на физическом уровне, потому что это не такая легкая работа, какой она мне, наверное, казалась, и сейчас я реально понимаю, что мне очень повезло, что я приехала сюда, попала в Штаты до того, как закрылись все эти посольства в России, и сейчас я не думаю, что вообще у меня была возможность какая-то бы сюда попасть, и я очень благодарна этому, я благодарна, что мои родители, они помогли мне попасть сюда, потому что если бы не они, этого бы всего не случилось, у меня мама очень боевая, и она всегда меня мотивирует открывать новые вершины, ехать в какие-то страны, в которых я никогда не была, допустим, Сингапур, я поехала туда, потому что тоже родители меня сподвигли, они помогли в этом очень сильно, поэтому, да, без родителей я тоже дома этого всего бы не произошло, и да, я единственный ребенок в семье, если вам интересно, у меня полная семья, мама, папа, они очень уже долго в браке, и я, естественно, очень сильно хочу, чтобы родители приехали сюда и увидели, как я здесь живу вообще, какой здесь уклад, ну и они действительно восхищаются Америкой, как и любой русский человек, который смотрит видео там на том же канале «Столица мира» и так далее, они определенно хотят сюда приехать, и я двумя руками за, чтобы они посмотрели вот на то, какой здесь, потому что они здесь ни разу не были. Изначально, кстати, я хотела вообще поехать в Канаду, но я очень рада, что я попала именно в Штаты, и, как я уже сказала, я никогда не думала, что я буду жить в Тампе, и это приводит нас к следующему вопросу, как я познакомилась с мужем, про свадьбу, знакомство, в общем, мы познакомились с ним в магазине «Спортивные одежды», в общем, мы оба искали «Спортивные обувь», и мой муж, он не такой, знаете, человек, кто постоянно ходит по магазинам, нет, и в тот день именно ему почему-то захотелось очень сильно купить кроссовки, которые ему очень нравились, которые суперкомфортные, то есть он к ним привык и так далее, и он, в общем, решил туда поехать, в магазин, в который я также решила поехать, потому что у меня был выходной на работе в тот день, и вот каждый раз мы вспоминаем, как мы познакомились, и вспоминаем мы это знакомство очень часто, потому что как будто бы сами небеса хотели, чтобы мы встретились, то есть как будто вообще я приехала сюда в Тампу, чтобы встретить своего мужа, это очень странно, и я не должна была вообще идти в тот магазин в X, я решила почему-то, я не знаю, что сподвигло меня зайти в магазин X, и как раз таки, если бы я не зашла, я не знаю, встретила ли я своего мужа вообще, и самое смешное, что ничего из «Спортивной обуви» мне не понравилось, я решила уже начать идти к выходу, как вдруг мне идет навстречу мой будущий муж, он разговаривает по телефону, и у него тогда был какой-то важный звонок, наши глаза встретились просто, и он сказал «Ты подожди», я пока говорю по телефону, но он как бы жестами даже показал, по-моему, если я не ошибаюсь, если я правильно помню, «Да, хорошо, я подожду», но не то, что я долго ждала там два часа, нет, и после этого мы как-то просто начали общение, так как мы знаем друг друга уже сто лет, и я такая девушка, что я никогда не спрошу мужчину, которого только что встретила, пойти куда-то посидеть, там пообщаться, нет, я это сказала, я говорю «Ты не хочешь там куда-нибудь пойти, там перекусить?» тогда было, по-моему, время ужина, и он такой «Да, хорошо, давай пойдем», я не знаю, как это еще объяснить, мне кажется, это самое такое странное знакомство, которое перетекло в отношения и потом в свадьбу, мы пошли в достаточно хороший ресторан, там покушали, пообщались, после нашего знакомства, после встречи в тот день, мы начали видеться с ним каждый день, то есть неважно, я работала или у меня был выходной, он меня забирал обычно с работы, и мы куда-то шли, мы общались очень долго, и потом так получилось, что мне нужно было срочно, очень срочно найти место, где бы я жила, потому что ребята, которые работали со мной в отеле, они жили в этом же апартаменте, им нужно было уезжать, по-моему, из Штатов, и я начала искать место, конечно же, ничего невозможно было найти, все было либо очень далеко, либо нужна машина, чтобы добираться до этого места, я извиняюсь, если это очень долго, но, в общем, смысл в том, что один из моих знакомых, который также работал в отеле, предложил снять нам вместе какой-нибудь апартамент, я такая «Да, хорошо, круто», и в итоге он в последний момент говорит, что «Нет, я не могу, я нашел другого какого-то человека, с которым я буду снимать апартамент», и тут я получаю этот звонок от него, я была как раз-таки у моего мужа дома, и я расстроена такая, я не понимаю, что мне делать вообще, где я буду жить, потому что времени не остается ничего делать, и в итоге что? Говорит, что «Ты можешь у меня остаться, как бы я все равно не так часто дома нахожусь, потому что у него такая работа, связанная с тем, что он куда-то уезжает постоянно», и изначально мне было так немножко неудобно, типа «Неужели так бывает вообще?» История такова, что через буквально неделю того, как мы общались, я переехала к нему в апартаменты, и мы стали жить вместе. Мне кажется, на тот момент никто из нас не знал, не думал, что из-за нашего знакомства могут завязаться какие-то такие серьезные отношения, и нам было вместе невероятно весело, очень интересный он человек. Самое главное, я поняла, что за все те годы, когда я жила в России и за границей, я не видела, чтобы мужчина относился ко мне настолько хорошо, внимательный, романтичный и так далее, то есть все те характеристики в мужчине, которые я хотела бы, чтобы они были, они были в нем, и в итоге так получается, что моя работа заканчивается, где я работала, не работаю больше, и меня ставят перед фактом, что я должна буду покинуть США через, по-моему, месяц или неделю-полторы, я не помню уже точно. Конечно же, это был огромный шок для меня, я не знала, что мне делать. Не могу сказать, что я такая «О, боже, сейчас в Россию возвращаться» нет, я наоборот была «Нормально, ничего страшного». Если честно, я двумя руками забыла вернуться в Россию, я ничего не потеряла, если бы я просто уехала из Штатов. И потом, самое интересное агентство, которое помогло нам приехать сюда, через которое мы делали все визы, все такое, оно говорит, «Вообще, ты можешь поехать в Техас, в какой-то город, я напишу внизу, если я вспомню, сейчас я забыла название этого города». И они говорят, «Ты можешь туда поехать, работать в отеле, нормально все, тогда ты можешь остаться здесь». И тогда мой муж говорит, «Ты туда не едешь, ты серьезно, это очень опасный город». Я сама понимала, что да, это плохая идея, там не так безопасно, как в той же самой Тампе, естественно. В итоге мы и мой муж решаем пойти на консультацию к адвокату, к юристу, чтобы узнать, какие вообще шансы у меня все-таки вернуться в США, если я сейчас покину, и какие шансы не вернуться. И тогда нам говорят, что вообще ты можешь податься на студенческую визу, уехать в Россию, потом вернуться. Но это все не самые легкие пути, потому что где шансы, что тебя пустят обратно, понимаете? И в итоге все мы пришли к тому, что единственный вариант для меня остаться, это сыграть свадьбу. И я такая, что? Вау! То есть меня к этому жизни готовило, что это все будет так быстро. Я была в шоке. Я сижу у юриста в офисе, смотрю в окно, и я понимаю, вау, вот это, это, ну, большое решение. Я так смотрю на него, я смотрю на юриста, я смотрю на вид из окна, и я понимаю, что вообще, да, это тот человек, которого я хочу видеть рядом с собой до конца своей жизни. В общем, все эти ванильные моменты. И получается, да, мы сыграли свадьбу уже через два дня после того, как мы сделали предложение руки и сердца. Свадьба у нас была небольшая, она была очень быстрая, потому что нам нужно было подтверждение того, что вот, как бы, я замужем за ним. Соответственно, какой-нибудь полицейский или миграционная служба не может сказать, все, тебе нужно уезжать. Или, например, ты слишком долго находишься здесь, у тебя уже виза просрочена и так далее. Мы не хотели всего этих всех проблем. И в итоге мы приняли решение, в общем, оформить наши отношения. Это было неожиданно даже для меня. Я не знала, что я сюда приеду, и моя жизнь просто повернется на 360 градусов. Насчет свадьбы, это тоже, наверное, интересно. Она у нас состояла из трех человек. Были я, муж, его друг из Форт Ладридейла. Девушка, которая снимала, сам адвокат, к которому мы ходили на прием в первый раз. В общем, он и зачитывал нам эту речь, чтобы поженить нас. Я не знаю, это была не самая, знаете, прям классная-классная свадьба, потому что все было быстро, не было никакого шика, не было много гостей. Если честно, иногда я вижу свадьбы какие-то, где там невеста. У меня было платье, у меня было все, но не было вот этого, знаете, ах, свадьба, свадьба. Это было, по-моему, пятница, это было очень рано утром, то есть мы, по-моему, пришли туда в 10 утра, когда мы вышли, никого вообще на улице не было. Меня даже никто не увидел в моем свадебном платье, которое мы приобрели для этого момента. Да, это было немножко печально для меня лично. Мне пообещали, что мы сыграем крупную свадьбу в России, и мы этого ждем, потому что сейчас, конечно, американцам, я не думаю, что им разрешают въезжать в Россию, опять же, поэтому это будет еще, наверное, не скоро. Сейчас я буду использовать палетку от Iconic London, Day to Slay, извиняюсь, использую каждый день ее, чтобы сделать естественный макияж, но вообще даже можно и вечерний сделать при желании тоже. Далее, как вы пришли к блогерству? Очень хороший вопрос. Я поняла, что я хочу рассказывать людям о косметике, о том, как быть красивой, о том, как я делаю себя красивой. И, наверное, еще другая причина, ну, она очевидна, как мне кажется, это то, что когда ты живешь вдалеке от родины, тебе не с кем общаться. Как раз-таки YouTube это платформа, которая позволяет тебе выразить свое мнение. Эта платформа позволяет тебе высказаться, и это супер классно. Именно поэтому я и начала вести свой канал, потому что я всегда говорю, что я близнецы, и да, для меня всегда важно разговаривать, выговаривать, рассказывать людям много новой информации. И я всегда люблю что-то новое, и, соответственно, косметика и новинки, это вот именно моя стезя, то, что я обожаю делать, поэтому, наверное, я начала этот канал. Я взяла какой-то энергетический напиток, вот так вот он называется, супер ужасный вкус, он на вкус, знаете, как какой-то шиповник. Там все натуральное, типа нет никаких кофеина, тут есть какой-то странный ингредиент, который дает вам бодрости, как две чашки эспрессо. Ужасный вкус, поэтому, если вы видите его, знаете, что он на вкус, как какой-то очень крепкий шиповник. Каких американских блогеров я смотрю? Обожаю вопрос этот, потому что я смотрю большое количество американских блогеров каждый день с утра и до вечера, если я даже не снимаю, или даже снимаю, если я в перерывах обычно смотрю. Самый, наверное, мой первый блогер, которого я обожаю, это Лия Джанайя. Очень рассказывает много интересного, и что мне нравится, у нее тот самый идеальный баланс между косметикой, макияжем и другими моментами. Например, у нее было очень информативное видео про свечи в Bath & Body Works, но помогло мне очень сильно также понять, какие свечи я хочу, какие ароматы я хочу приобрести там. Она мне очень нравится, прям обожаю ее. Очень нравится, что она очень честная, и она не фейковая ни разу. Далее мне очень нравится Babs Beauty, ее я смотрю тоже частенько, ну, в зависимости от того же от темы, интересует она меня или нет. Смотрю Smoky Glow, естественно, кто не смотрит, ее все ее обожают, мне кажется. Charlotte Holdcroft, иногда. By the Saturn, естественно, ее я обожаю. Потрясающая девушка, очень интересно рассказывает. У нее очень интересная личность, мне она нравится, смотрю ее каждый понедельник. Morgan Turner, да, мне она тоже нравится. Lora Makeup Loves 52, тоже классная. Paige Corrin, да, однако иногда у нее прям очень бывают скучные видео, и у нее не такое классное качество вот именно в плане съемки, как, например, у Bayley Saran или Kelly Struck, которую я смотрю также. Очень нравится, как она ведет себя перед камерой. Очень-очень красивая, не то что симпатичная, она очень красивая. Блогера Juicy Jazz, тоже смотрю частенько, наверное, с нее я и начала вообще узнавать это бьюти-пространство. По-моему, с нее началось мое знакомство с бьюти-блогерами. И из русских бьюти-блогеров, ну, Марина Могилка, это как бы и так, мне нравятся ее влоги в основном. Red Autumn, Ленский Бьюти, иногда я смотрю, Анна Раулец. Да, и по-моему, это все, из кого я смотрю из русских блогеров. Мари Визаж тоже, иногда мне нравится посмотреть на новенькие косметики также. Надеюсь, эта информация была полезная, хоть, возможно, их бывает еще больше. Оно, возможно, так и есть. Следующий вопрос. Училась ли ты на спеца по красоте и хотела бы? Как началось свое увлечение косметикой? И что тебя мотивирует снимать ролики? Окей, первое. Училась ли я на спеца по косметике и красоте? Нет, ни разу не училась. Я не профессионал в этом деле. Нет, я просто любитель. Все то, что я использую в своих видео, а именно техники макияжа и мои знания определенных брендов, или, например, какой цвет лучше смотрится с каким, это все я узнала сама из видео от своих любимых бьюти-блогеров, которым я очень благодарна. Мне кажется, именно американские бьюти-блогеры замотивировали меня все-таки начать свой канал. Вот столько в них уверенности, и они там начинаете, да неважно, какая камера у вас, все со временем будет лучше и лучше у вас. Благодаря американскому ютюбу я все-таки решила начать это однажды, и вот где я уже, у меня тысяча подписчиков, ура! И хотела ли бы я вообще отучиться на специалиста по красоте и макияжу, там, визажистам, кем-то еще? Возможно, да, но здесь, в Штатах, это очень дорогая тема. То, сколько здесь стоит пройти курс, даже там, не знаю, недельный в Штатах, это такая большая цена, я могу также слетать в Россию и пойти туда на курсы, и, в общем, это будет, наверное, гораздо дешевле, слетать туда, обратно и купить курс какой-то. Вот, поэтому цены здесь конские, поэтому, наверное, если я буду изучать что-то, то это, скорее всего, будет онлайн. Я очень хочу определенно изучить тему красоты, тему макияжа, как делать красивый макияж, потому что, когда ты знаешь, что ты делаешь, о чем ты говоришь, твоя уверенность, она заряжает. Иногда я даже ловлюсь себе на мысли, что, ну, а какой смысл я буду снимать видео с макияжем, если я не такой профессионал? Это всегда хорошо, иметь какую-то корочку, да, чтобы показать, что, да, я это умею делать. Не только это ради того, чтобы показать, что вот у меня есть корочка, да, у меня есть диплом, но еще и для себя лично, потому что это очень здорово поднимать твою самооценку, и ты знаешь, что ты умеешь это делать, да. Для меня сейчас я все-таки предпочитаю смотреть видео короткие на ТикТоке, изучать, как делать легкий макияж. Это даже иногда легче, на самом деле, изучить что-то из ТикТока, и потом повторить это, чем на Ютюбе. По одной простой причине, что на ТикТоке это минута или 20 секунд. Если нет возможности пока изучать косметику и красоту, и вообще макияж, то ТикТок это лучшая платформа, на которой, если ты хочешь, ты можешь изучить какие-то новые разные техники или интересные техники. Далее вопрос от Джулия Рева, или ее канал есть. Также можете зайти на ее бьюти-канал, который называется Джулия Ин Лондон, вот она мне задала эти три вопроса, кстати. А как началось свое увлечение косметикой? Очень интересный вопрос. Также оно началось неоткуда, на самом деле. Мне кажется, просто я в какой-то момент поняла, что мне нравится коллекционировать косметику. Так, с вами редактирующая Юля. Я неправильно интерпретировала вопрос. В общем, мое увлечение косметикой началось здесь, в США. То есть, когда я приехала сюда, через, наверное, год, я вдруг как-то резко поняла, осознала, что мне нравится косметика, мне нравится пробовать разные бренды косметики, и каждый из них хорош по-своему. Когда ты приезжаешь сюда, ты видишь, сколько здесь продается потрясающей косметики, потрясающего качества. Как раз таки то, что ты не можешь остановить и в России, это, наверное, является механизмом, благодаря которому ты вдруг начинаешь увлекаться косметикой и макияжом. Любая девушка так или иначе увлекается косметикой, но я очень рада, однако, что я в правильное русло эту любовь к косметике, увлечение косметикой направила. Было бы странно, да, если бы я скупала просто банки и коллекционировала их у себя дома, а когда они у тебя есть, ты их коллекционируешь, но, однако, ты делаешь, ну, доброе дело, ты рассказываешь людям о том, что хорошо, что плохо, что можно посоветовать, а что вам не советую покупать, понимаешь? Поэтому я считаю, вот такая история, мини-история о том, как я начала фанатеть от косметики и макияжа. Что меня мотивирует снимать ролики? Очень хороший вопрос также. Как это ни странно, наверное, просмотр ютуба. Я могу посмотреть 20 видео от своих любимых бьюти-блогеров, но в какой-то момент ты смотришь эти видео, и ты такая, что-то я разленилась, эти люди все делают видео не так продуктивные, я тоже хочу, и как-то раз к тебе приходит настроение, это мотивация, и ты снимаешь. Еще, наверное, мотивация приходит тогда, когда я просто пытаюсь настроить хороший свет у себя в бьюти-комнате, или я убираюсь, например. Но обычно это со светом связано, потому что когда свет уже есть, хороший, тебе сложно сказать нет. Что-то мне не очень нравится, что этот тон так прям белит мое лицо, и он еще не очень прям плотный. Сейчас возьму свой тон от Кеви Ди Любимый. И еще, мне кажется, хорошей, отличной мотивацией является то, когда ты видишь, как твои, как соперники, выходят с видео какими-то интересными, ты думаешь, блин, я тоже так хочу, и ты вдруг мотивируешься делать тот же контент, который будет интересным. То есть, мне кажется, конкуренция как раз-таки и является очень часто тем фактором, который мотивирует тебя снимать больше. Какая еще мотивация? Мне кажется, иногда я, когда не чувствую никакой мотивации, я просто ухожу с YouTube на 3-4 дня, иногда это неделя даже была, очень долгий срок на самом деле, и я просто ничего не делаю, и потом в какой-то момент я возвращаюсь, и у тебя как свежее дыхание появляется, и ты начинаешь еще больше быть креативней, потому что у тебя не было просто-напросто времени по креативе, и ты начинаешь, как мне кажется, выходить с более классными идеями для видео. И вот тогда-то эта креативность, она и проявляется в полной степени, и у тебя есть мотивация, самое главное, снимать видео. Далее очень интересный вопрос от Анны Раулец. Скучаешь ли ты по России? Если честно, да, скучаю очень сильно, причем если ты родился и вырос в России, все равно есть какая-то часть тебя, которая будет скучать просто по окружающей среде, вот по тому, как русские устроены. То есть, естественно, менталитет американца и русского противоположный. Мы привыкли к одному, они привыкли к другому, и я, наверное, скучаю больше всего по бьюти-услугам в России. Бьюти-услуги это, наверное, самое лучшее, что можно найти, и самое дешевое по цене. Также еда тоже, очень скучаю по идее, очень скучаю по тому, как рестораны все выглядят, прям как будто бы дворцы. Ну, здесь рестораны, конечно, многие тоже классно выглядят, но сравнивая с Россией, в смысле, сравнивая со Штатами, в России, конечно, мы любим больше как роскошь, и еда, как правило, в России, естественно, гораздо вкуснее, когда вы придете в какой-то хороший ресторан. В Америке она бывает вкусной, но в России, конечно, что-то вот есть в ингредиентах, наверное, которые мы используем, что отличается от американской еды, поэтому, наверное, она кажется мне вкуснее чаще всего. И, конечно, это не все, почему я по России скучаю, очень скучаю по своим родным, родственникам, которые неизвестно, когда сюда приедут, и приедут ли они вообще сюда. Ну, и, конечно, по сезонам тоже, да. Четыре сезона, это классно. Зима, лето, весна, осень. Здесь это, как правило, жаркое лето, и немножко мы осень не чувствуем, вот. Поэтому я скучаю по России, и очень надеюсь, опять же, что я туда скоро приеду, поэтому мой ответ это да. И следующий вопрос от Анны Раулец, это что тебе подарили на день рождения? На день рождения мне подарили не так много подарков, как вы, наверное, уже знаете, я рассказывала в своем прошлом видео, где я полтаю, крашусь. Друзья моего мужа ничего не подарили мне, они к этому не привыкли, или у них нет традиции с празднованием день рождения, кто знает. И муж, муж тоже не угадал с подарком. Также он подарил мне камеру, которая, ну, вообще, no name бренд, то есть бренд, который я не знаю, он говорит, ну, зато на нее были отзывы классные. Я не приняла подарок этот, мы будем его отсылать обратно. Я знаю, что я этим не буду пользоваться, и это не принесет мне никакой радости. В принципе, самое главное, что день рождения прошло очень даже неплохо, было весело. И далее последний вопрос от моей подписчицы, если не ошибаюсь. Она спрашивает у меня, что вас вдохновляет. Меня вдохновляет очень сильно музыка, которую я слушаю. Каждый день я сижу перед компьютером и слушаю разную музыку, разные композиции. И когда я слушаю определенную композицию, у меня возникают картинки того, какое видео я могла бы сделать с этой композицией, или вообще какие видео, в принципе, могу сделать. Тут идеи возникают, и, наверное, это то, что меня вдохновляет. Если вот вы спрашиваете меня насчет процесса, того, как я там снимаю, от чего я вдохновляюсь, создавая идеи для своих видео. Ну, а если помимо работы, помимо YouTube, то, наверное, меня вдохновляет просмотр других людей на YouTube. Неважно, чем я заинтересована, если я посмотрю, что кто-то там, например, не знаю, убрал комнату, или расхламил косметику свою, то меня это вдохновит, скорее всего, тоже. Таким образом, я и вдохновляюсь. Так, наш макияж уже почти готов. И, наверное, сейчас я просто буду вам говорить, что я буду делать. Я буду использовать свой бронзер от Gucci, потому как мы использовали много пудры, я уже все припудрила под глазами, то, естественно, ни о каком бронзере в кремовой текстуре речи идти не может, поэтому я буду использовать его. В качестве румян я буду использовать свои уже полюбившиеся румяна от Milani в оттенке Luminoso. Обожаю их. Потрясающий оттенок румян на лето. Они невероятно свежают лицо. Подходят, на самом деле, к любому макияжу. Надеюсь, вы это видите, как они классно смотрятся. Даже не скажешь, что это бюджетный бренд, как мне кажется. Они смотрятся просто потрясающе. Дорого. Да, они смотрятся дорого. И это еще раз запеченная формула, поэтому они смотрятся гораздо более естественно, чем, ну, обычные румяны, которые не запеченные. Ну что, наш макияж почти готов. Теперь нам осталось только нанести помаду. Кстати, я использовала реснички от Salon Perfect Winged Demi Collection. То есть, они получаются короткие на этой стороне глаза, и они удлиняются постепенно. Очень смотрятся естественно. Я, кстати, купила эту помаду от MAC в TGMAX. Потрясающе красивый цвет. Мне кажется, она очень хорошо будет смотреться с карандашом для губ от Colourpop. Смотрите, они как будто бы друг для друга созданы, не так ли? Идеальное сочетание цветов карандаша карандаша и помады. Карандаш этот у нас из коллекции Malibu Barbie, и называется он Dream House. И помада от MAC, которая уже успела стать моей любимой, называется она Under the Covers. Супер классно чувствуется на губах, и она, я бы сказала, очень долго держится так же. То есть, не могу сказать, что я наношу ее, там я покушала, и она исчезла. Нет. Я все-таки хочу немножко нанести блеска на губы. У меня выбор между блеском от Offry и блеском от Liza Eldredge. Блеск от, возможно, даже Offry, он будет чуть получше гармировать. Потому что мне очень нравится оттенок, он как Barbie Pink. Да, идеально. Обожаю такие оттенки сейчас, особенно, когда ты блондинка. У, это самое лучшее, что подходит блондинкам. И последнее, я хочу использовать спрей для закрепления макияжа от Патрика Мта. Я хочу его доиспользовать уже наконец-то. Measure Glow Dewy Milk Mist. Я не могу сказать, что он супер классно делает так, что макияж полностью остается на тебе весь день. Он закрепляет его, но это больше как все-таки увлажняющий спрей. И пахнет он тоже приятно, кстати. Кстати, ребята, вот такое у меня сегодня было видео вопрос-ответ. Я очень надеюсь, что мои ответы на ваши вопросы помогли узнать меня чуть лучше. Я очень надеюсь, что вы провели хорошо время за просмотром этого видео. Я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Я желаю вам также хорошо провести выходные. Ну, а я увижусь с вами в следующем видео. Пока-пока!